Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня у нас на обзоре два микшера. Soundcraft NotePad 12FX и Allen & Heat Zi10FX. Поехали! Сегодня у нас несколько необычный формат видео, и это неспроста. Всё дело в том, что эти две модели представляют собой не только микшеры с традиционным набором возможностей, но ещё и аудиоинтерфейсы 4х4. А это большой шаг вперёд, ведь, как известно, большинство пультов с USB-интерфейсами не способны были заменить звуковые карты, и для того, чтобы элементарно записать, к примеру, вокал и гитару, приходилось что-то мудрить и выдумывать. Фанеру в одно ухо, голос в другое или вообще петь вслепую. И при этом записать можно было только микс. Эти пульты обещают нам нечто большее, в чём сейчас и будем убеждаться. Но для начала, дабы не нарушать традиции, быстренько ознакомимся со всем, что у них есть, как просто у микшеров. Soundcraft Notepad 12FX. Каналов 12, 4 моно, 4 стерео или 8 моно, 2 стерео. Первые четыре на комбинированных XLR джеках со срезом низких на 100 герцах, первые третий с режимом Hi-Z, гитары и басы, пожалуйста. Дальше на моноканалах всё стандартно. Чувствительность, три полосы эквализации, уровень внутреннего или внешнего эффекта, управление панорамой и громкость. На стереоканалах всё то же самое, за исключением эквалайзера. Плюс 1112 может служить как канал для подключения, например, клавиш или внешнего процессора эффектов. Так, что тут ещё интересного? Кнопки фантомного питания я нигде не нашёл, но это не значит, что его нет. На микрофонных каналах оно присутствует и работает в постоянно включенном режиме. Ну и давайте всё-таки покрутим эквалайзер, чтобы послушать, как себя ведут частоты и, естественно, услышим все четыре с половиной эффекта легендарного Lexicon. Итак, высокие частоты. Убил их полностью, теперь потихонечку вывожу на максимум. Раз, два, три, четыре, пять. Услышали? Середина. Середины нет. И середина на максимуме. Раз, два, три, четыре, пять. Низкие частоты. Полное отсутствие и низкие частоты на максимуме. Да, и минус 100 герц. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Работает. Панорама. Слушаем налево и слушаем направо. Прекрасно. Теперь блок эффектов. Эффекта три, но их можно смешивать между собой попарно или все три вместе. Давайте послушаем. Первый это дилей. Раз, два, три, четыре, пять. Эффект хорус. Раз, два, три, четыре, пять. Услышали? Следующий ревер. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и все три вместе. Это будет эффект, называемый караоке в данном случае. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Услышали? Ну а теперь Island Heat Zi10FX. 8 каналов, 4 моно, 2 стерео, плюс первые два могут превратиться в высокоомные для гитар нажатием одной кнопки. Далее можно срезать низкие частоты, отрегулировать три полосы на моно и две на стереоканале, настроить громкость внешнего и внутреннего процессора эффектов, выстроить панораму, набрать нужное количество громкости и отправить сигнал с любого канала на наушники. Фантомное питание включается кнопкой, есть переключение посылов на наушники, на мониторы и выбор каналов при работе с USB. Ну и давайте, как в предыдущем случае, покрутим ручки эквалайзера и послушаем некоторые эффекты. Кстати, их здесь 61 и они разбиты на 9 групп. Слушаем высокие частоты, убрал полностью, теперь потихонечку на максимум, есть. Середина, убираю полностью. Теперь слушаем середину до потолка, хорошо. Низкие частоты, нет. Низкие частоты на максимальном уровне. Срежем низ. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вроде работает. Панорама налево и панорама направо. Всё услышали. Ну и послушаем блок эффектов по парочке из каждой группы. Дилей. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Дилей. 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 Дил 1 2 3 4 5 плейты 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 холлы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 хорус даблеры 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 флэнджер фейзеры 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 дальше блок симфонии 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 и наконец гейтед вербы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ну а теперь переходим ко второй части четырехканальная запись какие же у нас открываются возможности ну например можем записать 4 микрофона или два микрофона и две гитары или микрофон гитара клавиши в стерео или спеть дуэтом под минус естественно стереофонические для этого нам необходимо зайти на официальные сайты производителей этих пультов найти данные продукты скачать драйвера и установить их на свои компьютеры чтобы рабочая станция могла их прочитать ну а дальше дело техники включаем в секвенсоре то что нам нужно активируем каналы и пишем и не забываем если будем писать какой-либо стерео источник панораму на каналах нужно будет обязательно развести ну а я сейчас попробую записать вот эту хитрую гитару с двумя выходами с каждого звукоснимателя микрофон основной вокальный и дополнительно поставлю микрофон для снятия комнаты посмотрим что получится но прежде внимание напоминаю что запись возможно только в четыре моно канала стерео источник необходимо подключать в пульт двумя моно проводами и самое главное это то что все эффекты и накрученная эквализация будет звучать у вас только в наушниках а запишутся все сигналы абсолютно чистыми ну а для того чтобы спеть под минус компьютера вам необходимо создать одну стерео и одну моно шину на входе на стерео дорожки назначаем стерео in стерео out на вокальной дорожке моно in стерео out и у вас все будет просто замечательно и капельки дождя на моем окне Милый образ твой тенью на стене Счастливы вдвоем Капельки дождя на моем окне Милый образ твой тенью на стене Друзья, на этом всё. Если появились какие-либо вопросы, спрашивайте, мы обязательно ответим. Это канал Давай Запишем, с вами был Александр. Всего доброго! Какие же у нас открываются возможности? Ну, например, она прям падла вот здесь, будет летать в кадре муха, цокотуха. Все спят уже твои? Подкормить чем-нибудь эту муху и... Или надо спать и уложить? Да, и уложить спать. Или гитарой её хлопнуть, когда будет пролетать. Ладно, пишем. Запись. Ладно, пишем.